Здравствуйте, Евгений Гор, Комсомольская правда. Скажите, вот в Жигулевске не было Дзюба и Пеняева, была ничья в игровое время. Сегодня тот же результат, те же отсутствующие лица. Видите ли вы зависимость локомотива от этих игроков? Насколько вообще ключевая роль Дзюби принадлежит сейчас в нынешней команде и ждать ли в таком случае продления контракта с ним? Во-первых, в Жигулевске Пеняев играл. Что касается отсутствия Артема, понятно, что определенные взаимодействия уже были отлажены с точки зрения командной игры, какую значимость он представляет для команды. Это первое. Конечно, его отсутствие сегодня. Нам не хватало такого игрока на поле мощного, через которого можно развивать атаки свои. Что касается вашего последнего вопроса, безусловно, мы и руководители клуба заинтересованы в этом. Я думаю, что, как мы договаривались, более конкретный диалог уже будет в конце сезона, после окончания матча, а подготовительные моменты уже начались. Спасибо, коллеги. Еще вопрос? И вопрос по Глашенкову. В принципе, перед началом матча говорили, что это связано с тактическими моментами. Было видно, что он сегодня заряжен особенно. То есть, действительно ли это была заряженность еще дополнительная на Самару? Заметили ли вы это? И учитывали ли, придерживая его на второй тайм? Ну, учитывали, безусловно, да, что с двойной мотивацией, с двойной, так скажем, заряженностью Максим выйдет на поле. А когда, еще раз говорю, мы планируем те ли определенные вещи с точки зрения стратегии игры, нам хотелось бы, чтобы условный, более быстрый Игнатьев дал скорости, дал динамики в первом тайме, так скажем, заставил набегаться игроков обороны соперника. Да, более свежий Глушенков и Изидор вышли бы уже по ходу второго тайма и усилили игру. Поэтому, в принципе, глобально так и произошло. Единственное, как я уже сказал сейчас во флеш-интервью, что мы пропустили необязательный гол. И уже, как бы, результат был не в нашей пользу. И, конечно, нам остроты немножко не хватало. В первом тайме очень мало было, так скажем, голевых эпизодов для взятия ворота ворота соперника.